Позавчера, пациентка, грыжа L4, L5, 11 мм. Хорошо, ну и что? А где болит у вас? Поясница болит. Для нее вот это все, это поясница. Все, что ниже бюстгальтера, это все поясница. Точно определяем место. Болит вот, крестец, середина крестца, примерно S3. А поясница болит, я и тычу пальцем как раз в проекцию грыжи. Нет, у меня там не болит и никогда я не болел. Может грыжа какое-то имеет к этому отношение? Может. Но болит у нее крестец. И нужно исходить из того, что зона боли у нее значительно ниже. Но есть пациенты, которые приходят и говорят, у меня болит конкретно вот эта точка или вот эта точка. И мы, когда осматриваем пациента, мы должны понять, а что же там болит? Есть такая ситуация, как ущемление межостистых связок. Это нормальный лордоз, когда нормально существуют межостистые связки. Но когда поясничный лордоз избыточно усилен, вот эти вот остистые отростки приближаются друг к другу. И они ущемляют межостистую связку. А связки, вы знаете, они иннервированы и очень сильно иннервированы. И они могут дать такую болевую реакцию, которая будет просто невыносимой. Когда гиперлордоз приводит к тому, что позвонки становятся вот таким вот образом, и остистые отростки просто сдавливают межостистую связку, возникает очень сильная боль. Помимо этого, существуют фасеточные суставы. Что такое фасеточные суставы? Это суставы между верхними отростками тела позвонка и нижними отростками тела позвонка, выше лежащего. Это фасеточные суставы. Это суставы, которые имеют все признаки суставов. Какие? Капсулы, сочленяющиеся две хрящевые поверхности, суставную жидкость, все как положено. Но изменение положения позвонков приводит к ущемлению этих суставов, приводит к тому, что в этом суставе происходит не только ущемление, но и смещение. Но этому смещению нужно воспрепятствовать, чтобы этого не было дальше. Происходит рефлекторное сокращение мышц, которые окружают этот сустав. Поэтому лордозирование — это не только какая-то визуальная, скажем так, некрасивость. Это несет за собой и влечет за собой очень серьезные последствия для поясничного отдела позвоночника. При этом ущемляются и межпозвонковые диски. И это создает условия для выпячивания диска, для протрузии и так далее. Поэтому прежде чем лечить протрузию и грыжу, пытаться что-то сманипулировать на фасеточных суставах и так далее, нужно произвести кинезиологическую диагностику. Нужно визуально посмотреть регионы, нужно посмотреть, какие мышцы укорочены, какие расслаблены. Нужно выявить вот этот патологический лордоз и понять, почему он возник. А он может возникнуть по ряду многих причин. Но мы помним с вами, что одна из таких причин — это слабость косых или прямых мышц живота. В рентгенологии есть такой симптом, называется синдром Баструпа. Слышишь, помните такой? Синдром Баструпа, когда у человека избыточно большой стистый отросток в поясничном отделе позвоночника. Это его, так сказать, вариант развития. И в этом случае даже небольшое лордозирование приводит к ущемлению связки. УАБК. Профессиональное обучение прикладной кинезиологии. Прикладная кинезиология. Медицина будущего. Прикладная кинезиология. Медицина будущего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова